К 40 годам многие начинают жить по устоявшейся схеме. Работа, дом, телевизор, диван, холодильник. Мозг не развивается, а значит, его клетки начинают отмирать. Еще один фактор – непомерное увлечение гаджетами, когда книги, над которыми можно подумать, уходят на второй план. А также коронавирус, оставляющий в голове переболевшего так называемый ковидный туман. Даже после легкого течения заболевания нужно как минимум полгода восстанавливать нервные окончания. Чтобы сохранить мозг, способным к активности, необходимы прогулки на свежем воздухе, витамины, решения неординарных задач. И, конечно, занятия физкультурой, которые в Самаре по адресу Чкалова, 90 проводит Самарская Федерация УШУ бесплатно в рамках проекта «Здоровье пожилых. Перезагрузка». Данный проект, чем он замечательный, тем, что люди привыкают работать с собственным телом, потому что с возрастом, помимо неприятных когнитивных нарушений, у человека начинается еще и параллельно так называемая сенсорно-моторная амнезия. Это когда человек перестает забывать тело, как нужно правильно двигаться. И у нас уже даже, на самом деле, после 40 нужно уже с телом активно работать. Лариса Соболева на пенсии, но дома сидеть некогда. Вот уже шестой год ежедневно приходит в центр, чтобы заняться восточными практиками. За это время под руководством тренера изучила 108 форм тайцзы. Пробовала занятия с холодным оружием, но больше по душе ей пришлась оздоровительная гимнастика и занятия с китайским веером. Нет, ну, конечно, это движение, движение жизни, как говорится, эмоции хорошие, положительные. Я довольна, что я занимаюсь. Если человек не занимается, он быстро деградирует. А здесь и для мозга разминка, так сказать, и для тела. Направлений для пенсионеров в центре несколько. Каждый может найти занятие по душе. Специальной подготовки не требуется. Главное – желание. Я вижу, прежде всего, после каждого занятия, внешние изменения. Появляется свет в глазах, они как будто бы оживают, начинают дышать полной грудью. Есть прекрасная возможность общения, есть реальные изменения в улучшении здоровья. Молодежь в Самаре активно задействована. Люди в возрасте до 40 лет участвуют во всевозможных движениях, занимаются спортом, посещают клубы. Благодаря государственным грантам у людей старшего поколения также есть возможность вести активный образ жизни и продлевать долголетие своего мозга. Справиться с деменцией, когда она уже началась, практически невозможно, но можно предотвратить ее развитие. Виктория Шарая, Максим Гусев, События.